Всем привет! Ну что, мне сказали, что через пару минут можно начинать. Я думаю, пару минут прошло. Смотрите, у меня есть час, я сейчас представлюсь, потом расскажу о проблеме, расскажу о решении. У нас будет такая достаточно неформальная и вроде бы, как говорят, интересная тема про то, как развиваться быстрее других дизайнеров. Почему вообще все это получилось? С чего вся эта тема взялась? Давайте начнем с этого. И почему мне так показалось, что я знаю, как одни дизайнеры развиваются быстрее, чем другие дизайнеры? Вообще, с чего я это взял? Начнем с этого. Всем привет! Меня зовут Игорь Корпов. Мы делаем самую большую в России школу дизайна. Это скиллбокс. Здесь вот так. Да, со звуком. Не знаю, как у нас со звуком. Наверное, так себе или есть? Если получишь со звуком, то покажем вам наш шоурю, что вы, не знаю, если кто-то не знает, что такое скиллбокс, кто в дизайне. Если мне дадут сигнал. Да, можно? Класс. Скиллбокс. 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 Вот чем мы занимаемся. Мы, кстати, не знаю, участвовали кто-нибудь в прошлом Russian Design Cup, который Mail.ru делает. Мы вот решили в этом году с ним вместе делать. Скоро будет анонс, будет много всего интересного. И штука в том, что в Skillbox мы обучаем очень много дизайнеров. И не то, что много. Мы так вышло, не знаю, так случайно получилось, что в России мы обучаем больше всех дизайнеров. То есть, ну, британка, понятно, потому что много лет они обучили суммарно больше. Но я вот спросил у наших ребят, слушайте, а сколько вообще к нам дизайнеров поступило с начала этого года на курсы? Вот с 1 января по 1 сентября. И выяснилось, что к нам поступило 1251 человек на веб-дизайн с нуля и 866 человек на UX-дизайн. И мы со всеми этими ребятами общаемся, и у кого-то получается хуже, кто-то взлетает, кто-то быстро устраивается в какие-то компании, а кто-то не очень быстро устраивается. И у нас там у самих большой штат дизайнеров, там больше 10 человек, это для продуктовой компании много. И почему-то одни выстреливают, и одни дизайнеры тут же становятся ведущими буквально через полгода, хотя пришли на стажеров. А другие полгода тусуются в стажерах, потом сливаются и просто уходят, потому что им как-то грустно. А еще очень многие знают, что мы ведем очень много онлайн-мастер-классов, очень много вебинаров на ютубе. Каждый день у нас проходит по 4 вебинара, там 3 или 4 вебинара по разным тематикам, и каждый день есть вебинар, ну каждый рабочий день вебинар по дизайну. И когда мы все это только начали, когда мы решили, что мы будем каждый день вести с разными экспертами, это вот в прошлом году мы решили, что каждый день у нас будет новый эксперт, там на фоне есть куча всяких людей из России, эксперт, не из России, мне кажется, у нас уже все дизайнеры были, которые выступают, которые с какими-то именами. И вот в прошлом году я начал, когда мы все это придумали, я был как ведущий вебинаров, я вел с этими всеми дизайнерами эти вебинары и слушал их истории. Я помню, что за декабрь, за прошлый, я провел ровно 30 вебинаров. То есть у меня каждый день был вебинар. И в предыдущий месяц тоже был вебинар. И на основе этого получилось так, что я услышал, ну реально, истории жизни. А еще перед вебинаром ты же с ним сидишь, ты же как бы общаешься, чтобы на одну волну настроиться. Если это декабрь, то вы еще пару бокалов шампанского выпили, чтобы как-то в нормальное состояние прийти. И я вот послушал истории всех и постарался понять. Ну вначале я думал, наверное, так. Я послушал истории всех дизайнеров. И все такие классные, все успешные, у всех получаются, у всех классные проекты. Денис Башев, который супер классные проекты делает. Или там Викс, который приезжал из Штатов. Или Джордж Квасников, который умудрился уехать в Нью-Йорк и работает в фэнтези. У всех очень-очень классные истории. И я прям ходил, и у меня было такое, я не знаю, летал как на облачке, что вроде все классно, все получается, все такие здоровские. И да, покойное развитие дизайнера. А потом у наших студентов тоже начало получаться. Кого-то забрал АИС там, дизайн-студия номер один, 30 человек все забрало. Кого-то забрали банки, кого-то забирал там промсвязь банк, потом сразу защита дипломов. Вроде все-все прям получалось здорово. Я ходил радостно, радостно ходил. А потом, как это обычно бывает, жизнь решила меня огреть чем-то тяжелым по голове и показать, что не все так просто. Нам понадобились визитки. Все началось очень тривиально. Причем у нас у всей компании нет визиток. Потому что мы компания диджитальная, и вроде как в диджитал-тусовке визитки уже подустарели. Такой устаревший формат. Реально, колочек бумаги, ты его берешь, засовываешь в карман, теряешь потом, и оно все не работает. Обычно просто с тем, с кем надо, ты в фейсбуке тут же добавляешься с телефона, и вроде как все, вы в канаке тут же чатик делаете, типа привет, все, и не нужна никакая визитка. А потом мы же стали в этом году резидентами Сколково. Ну и чтобы в Сколково попасть, понятно, надо ездить было, общаться с комиссией, там показывать свой проект. И в Сколково ребята немножко другого склада. Там визитки. Наши партнеры, которые нам помогали войти в Сколково, которые там нас представляли, они сказали, слушайте, в смысле у вас нет визиток? Вы что, у вас завтра встреча с Сколково? Обязательно нужно быть визитки. Как это компания без визиток? Это как-то несерьезно? Мы такие, ну окей, сделаем себе наконец визитки. Мы при этом такая, знаете, большая школа, у нас там 90 человек работает каждый день, вот чтобы все это получалось. Тут типа нет визиток у никого. Ну ладно, нет визиток, давайте сделаем. И я такой, ну окей, сейчас я, короче, саду в машину, и я знаю, через 5 минут у нас там есть оперативная, знаете, полиграфия такая, где типа за 30 минут могут тебе напечатать визитки. Ну думаю, зайду туда и напечатаю, какая разница, без проблем. Я, значит, беру ноутбук, а время уже вечер, беру ноутбук и сажусь в машину, доезжаю до полиграфии, сажусь там на стульчик, открываю ноутбук, думаю, сейчас быстро накидаю визитку, что там, раз, два, три, собственно, ничего не надо сейчас придумывать, обычно напечатаем, да и все как бы. И тут такой немолодой человек уже по ту сторону от этого прилавка оперативной полиграфии, знаете, в такой еще, в такой жилетке типа с большим количеством карманов, я вот не знаю, как она называется, как разгрузка кажется, ну типа того, да-да-да, он такой уже, такой уже, лет, ну не знаю, 35, наверное, или там старше, говорит, а вы, говорит, чего, вам фотографии распечатают или что? Я говорю, да нет, слушайте, мне сейчас визитку надо, сейчас я быстро тут накидаю. Он говорит, а, да я же дизайнер, сейчас я вам помогу визитку сделать, что без проблем. И я сижу, короче, а я еще, знаете, фотку для вас специально нашел, там, видите, вот услуги дизайна написано. И тут я понимаю, что почему-то одни дизайнеры, не знаю, в свои 20 плюс, ну с чем-то лет, устраиваются в всякие банки, классные компании, в хорошие студии, а другие, они же тоже дизайнеры, в смысле они, ну я же дизайнер, говорят, и у них есть услуги дизайнера, они почему-то в свои 35 сидят в оперативной полиграфии, или как там это называется, не знаю, фото, что это, фотоателье, фото печати, я не знаю. И, в общем, вроде как они тоже дизайнеры. Я стал думать вообще. Я, конечно, сейчас очень сильно утрирую, потому что я не думаю, что кто-то из вас сидит в такой штуке или планирует сидеть. Но хотя я знаю, что много дизайнеров с этого начинали, но когда у тебя в 18 и ты сидишь в такой штуке, это в целом окей. Когда у тебя в 35 и ты сидишь в такой штуке, что-то пошло не так. Конечно, я очень сильно утрирую, но это привело к тому, что я задумался. А почему вообще? То есть все дизайнеры рисуют вроде как макеты. Но неужели от того, насколько ты хорошо рисуешь макет, от того, насколько хороший дизайн ты делаешь. Тем более, что нет ни одного нормального критерия, хороший дизайн или плохой. То есть мы просто говорим, хороший дизайн или плохой, потому что нам кажется. То есть мы можем сказать, да, там есть проблемы с типографикой, да, то, там, третий, десятый. Мы можем показать одному дизайну, скажут, вау, это суперкруто. Покажем другому, скажут, это полный отстой. И это никак, я не знаю, типа, эта штука весит 5 килограмм, а это 10. Этот пример правильный, это неправильный. С дизайном все сложнее. Ну и не потому, что одни делают пиксели более красивые, чем другие, они же становятся успешными. Правильно? Я начал задумываться. Так, работай. И когда я начал задумываться, я вообще начал как-то сидеть вечерами, пить вино и думать вообще, как вообще все это случается. И как вот те ребята, которые к нам приходят, те, которые к нам приходят на вебинары, почему у одних получается, у вторых нет. И попытался выделить какие-то вещи, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, которые вроде как им помогли. И которые я смог сформировать в какой-то список. Но начнем с того вообще, как люди приходят в профессию дизайнера. Давайте начнем чуть издалека. Почему профессия дизайнера суперкрута? Потому что, черт возьми, в дизайне все по любви. Это офигенно. То есть я знаю очень много врачей, которых, не знаю, родители заставили или что-то такое, пойти в медицинский университет. Я знаю юристов, бухгалтеров, вот эти все профессии, которые… Эти люди как-то стали вот этими специалистами. Ну, черт возьми, я не знаю ни одного дизайнера, который говорил, мама, я хочу стать юристом. Мама такая, нет, ты пойдешь в дизайнеры. Ну, вроде такого нет. Обычно все дизайнеры практически без высшего дизайнерского образования. То есть очень мало дизайнеров с высшим образованием. Все как-то случайно попали в профессию. Все. И это классно. Мне поэтому очень нравится сообщество дизайнеров, что реально все очень увлечены тем, что делают. Это прям суперски. И как вообще все это начинается? Вот как практически у каждого, что случается, какие есть взлеты и падения в его карьере дизайнера. В течение там, ну, типа двух-пяти лет. Все просто с разной скоростью двигаются. Все начинается, ну, понятно, с начала. Спасибо, капитан. Все начинается с первых работ. Почти все дизайнеры как-то случайно открыли какой-то там, не знаю, фотошоп, иллюстратор, фигму, скетч, там, что-то, какой-то инструмент. Кто-то, может, 3D там открыл, какому-то синему или 3D Max. Открыл и что-то попробовал сделать. Ну, или, может, что-то рисовал руками и потом попробовал все это перенести в диджитал. И у каждого дизайнера все началось не с того, что обычно мы попали в институт, а все началось с того, что он себя в этом попробовал, и у него как-то получилось. И это классно. Потому что в этот момент ты начинаешь понимать, что ты, блин, это здорово, ты хочешь этим заниматься, это суперски. Потом тебе кто-то платит первые деньги за твой дизайн. Я, если честно, никогда не забуду первые 2 тысячи рублей, которые мне заплатили за баннер в 11 классе школы. Это было офигенно. Я скакал от счастья, потому что, блин, мне дали денег за то, что я просто сижу, что-то написал в фотошопе, что мне нравилось, и это где-то будет там висеть. Знаете, если кто помнит, баннеры такие были 468 на 90, когда-то в интернете такие прямоугольные. И это было классно. И каждый, кто получал первые деньги за дизайн, понимал, что, если ему нравился дизайн, понимал, что, черт возьми, теперь я буду этим заниматься. Это офигенно. Потом ты понимаешь, что это суперинтересно. И у тебя появляются первые заказчики, и ты делаешь им что-то крутое, и у тебя получается. И они довольны или не очень довольны, но тебе все равно, потому что это классно. А потом начинается то, что начинается с любым делом. Кто-то до этого дошел, кто-то, может, чем не дошел, но потом тебя начинает надоедать. И причем тебе неизменно начнет надоедать. Причем, если ты умный или умная, то ты еще, когда тебе супернравится, ты должен ждать того момента, когда тебя начнет надоедать. Потому что у нас мозг так устроен, что все, что повторяется, нам надоедает. Нам всегда хочется чего-то нового. Очень просто. Есть куча исследований про то, что когда мозг изучает что-то новое, он получает серотонин, гормон радости. И так случается, что если мы продолжаем заниматься и не находим ничего нового, и продолжаем делать те же лендинги для межкомнатных дверей или для окон, обычно с этого начинается карьера дизайнера. То потом у нас начинает очень сильно шатать. Я очень помню хорошо у себя этот момент, и я думаю, у кого-то кто-то со мной солидарен, что ты то хочешь делать этот дизайн, ты взял заказ на дизайн, и в целом не очень хочешь его делать. То, блин, ты встаешь с утра и понимаешь, что не хочешь вставить эту штуку. Тут какие-то правки идиотские пришли. Тут тупые заказчики начали доставать, тут они вообще не врубаются, что со всем этим делать. И ты хочешь бросить проект, иногда возвращаешь деньги или что-то такое. Я помню, я честно пережил это где-то лет 8 назад, мне кажется, мне было 22 или 23. Я пережил все вот это вот. И тогда я четко для себя решил, я был не очень умный, я четко решил, что я хочу заниматься дизайном для души, для творчества, потому что мне просто нравится. Потому что когда у меня выдают свободных пару часов, я иду там на Behance или там еще был Abduzid, это такой портал, я иду туда и смотрю, работает классный дизайнер, ну вообще рассматриваю, мне интересно, что там нового появилось, значит мне это нравится. Но все эти заказчики, все это, короче, вот это вот, это, ну я не хочу, я тогда понял, я не хочу заниматься коммерческим дизайном. Я уже тогда попробовал себя, мы с другом попробовали сделать даже первую студию, мы сняли за 15 тысяч рублей там офис в подвале, ну в подвале бизнес-центра, не в смысле в таком подвале-подвале, а в смысле, ну, минус первом этаже бизнес-центра. Я, короче, делал дизайн, он делал SEO-продвижение, у нас там еще программист был, мы хотели заработать много денег, ничего у нас не получилось, конечно. Но тошнота от вот этих заказчиков, от дурацких проектов и прочего, она меня привела к тому, что я сказал, что не хочу заниматься дизайном. Я из дизайна где-то в 22 сбежал, ну, или там 23, что-то такое. Я всегда хотел, что-то... Я подумал, что дизайн — все это фигня, надо делать что-то нормальное. И так получилось, что товарищи там мне прожили, а давай займемся, короче, магазинами. Мы тогда открыли, начали заниматься магазинами, я сбежал с дизайном, начали заниматься магазинами одежды, причем так вышло, что женская, ну, там долгая история. Открыли даже три магазина, у нас в целом как-то получалось. Потом все загнулось, потому что мы не умели работать нормально. Но дело не в этом. Дело в том, что очень много дизайнеров на этом моменте, они сруливают куда-то. Ну, в смысле, они уходят из дизайна, говорят, что, блин, типа, что-то не нравится заниматься дизайном, может вопрос себя в чем-то другом. А те, кто не сруливает, и таких очень много, они в целом, знаете, в какой-то момент, я вот, когда разговариваю на этих мастер-классах с очень многими дизайнерами, которые уже успешные такие, стоявшиеся там, взрослые мужчины там или женщины, я с ними разговариваю, и я понимаю, что в целом им уже окей, то есть они вышли на такую стабильность. Десятые правки от заказчика, у меня часовая оплата, да без проблем. Заказчик, не знаю, не принимает пятую концепцию, ну окей, что такого, хорошо. Заказчик, знаете, это как очень прикольно, когда вот у нас, здесь там еще Сережа Попков в скиллбоксе, который сделал дизайнер-студию во всех рейтингах номер один АИС. И очень прикольно, когда к нему, знаю, прибегает там арт-директор или какой-нибудь стажер или какой-нибудь дизайнер, говорит, Сереж, слушай, ну вот я сделал страницу, и вот я сделал вот такие кнопки вот у нашей новой страницы. И представляешь, вот менеджер, он говорит, что мне нравятся эти кнопки, хочет их переделать на другой цвет и сделать в два раза больше. и вообще, и это же ужасно. Ну сделай, ну в целом, ну какая разница-то. Ну реально, от того кнопки будет больше или меньше, да не в этом счастье. И ребята, которые проходят вот эту историю шатала, и когда их начинают жестко фигачить, когда они в какой-то момент они просыпаются, вот ты просыпаешься и думаешь, ну окей, правки, ну окей, проект, ну хорошо, мне за это платят там, мне нормально. И сейчас это стабильность. И таких дизайнов очень много, которые, ну у них интересные проекты, они рисуют, они делают, они уже взрослые. Но я как бы смотрю на них и думаю, а вы когда в эту профессию вот здесь приходили, вот это счастье, реально вы об этом мечтали? Вы мечтали о том, чтобы следующие 10 лет просто делать проекты и все? То есть, ну в смысле, там же есть много чего выше. Можно же делать много чего еще классного. Можно же, или работают, я вот видел там, не знаю, девушку, которая последние 10 лет работает ведущим дизайнером в студии и работает, 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 портфолио там не обновляет, ну потому что, типа, говорит, зачем мне обновлять портфолио, я в целом работаю, работаю. И у меня к ней вопрос, а ты правда для этого, вот за этим счастьем ты в дизайн шла? И я начал думать, как сделать так, что с этим всем сделать, чтобы так не получалось, чтобы получалось немножко по-другому. Вот. И вспомнил, когда я начал об этом думать, я вспомнил картинку, которая появилась в интернете, ну мне кажется, лет 10 назад, может даже больше, по развитию дизайнера. Причем ее рисовал настолько какой-то вообще гениальный чувак, она очень старая, здесь кто видит еще, здесь значки Dreamweaver и Flash, они уже мертвы, там как лет, мне кажется, 8, что один, что второй. И это про развитие дизайнера. И здесь вот есть от интернет-стажера до там креативного директора, к сожалению, очень хорошо видно на проекторе, ну, сори, что есть. Здесь даже, знаете, вот мне кажется, из иллюстрата, который я это рисовал, настолько в теме, что даже у этих самых, у ребят в начале тапки, потом конверсы, потом найки, потом такие деловые туфли. Даже эту такую, такую иерархию, проследил. Но здесь самое главное, что видно, что дизайнеры, а директора, они еще рисуют, ассистент креативного директора начинает больше делать презентации и считать, креативный директор только делает презентации и считает, ну, а дальше там ребята уже управляют. И это так, но об этом многие не задумываются. И знаете, еще одна такая вещь, что, то есть, всегда будут депрессники, всегда будет хотеться куда-то срулить, всегда будет хотеться, всегда будет казаться, что где-то, что счастье, оно не там, где я сейчас копаю, чем я сейчас занимаюсь, оно где-то рядом, что если в другую дверь чуть войти, то там будет гораздо счастливее. У нас есть партнер, такой Андрей Анищенко, он сделал какое-то агентство Grape, очень большое, продал его там международным ребятам, заработал очень много денег, очень успешный мужчина. И мы как-то с ним сидели, общались, и на тему вообще вот скиллбокса, образования, вот этого всего. И он сказал очень такую классную фразу, которую, мне кажется, я запомнил на всю жизнь. Он говорит, слушай, ну вот типа много молодых ребят хотят какой-то клевый стартап, хотят какую-то крутую идею, ну типа они всех гонятся за идеи, чтобы придумать какую-то идею, чтобы все у них получилось. Но ведь не бывает таких идей, чтобы ты придумал идею, и через полгода у тебя бамса все получилось. За всеми классными стартапами с хорошей идеей годы работы, причем больших команд, вы просто их не видите. То есть они встают каждый день, они выбрали направление, они копают, копают, копают туда и не сдаются, даже когда хочется сдаваться, даже когда хочется не идти в офис, даже когда дождь за окном и прочее. То есть выигрывают, есть те, кто сдаются, и те, кто не сдаются. Вот выигрывают те, кто каждый день планомерно поднимает свою очаровательную пятую точку с кровати и идут копать туда, куда они выбрали. И это самое главное. Но еще одна штука. Помните, я говорил про вот этот момент, что вас начнет шатать, и что потом вы будете в стабильности. И, наверное, самое-самое главное — в эти моменты действовать максимально умно. То есть ждать эти моменты и знать, что ты будешь делать в них, потому что они случатся. Вот если вы где-то вот здесь вот, то вам очень нужно подумать, что вы будете делать в ближайшие два года. То есть к чему это я? Что это делать? Вы еще раз понимаете, быть классным дизайнером, быть успешным, точнее, дизайнером, успешным коммерческим дизайнером, которому хорошо платят, который там известный, и делать классный дизайн у нас в голове почему-то это равняется. Потому что даже вот в начальной школе нас чему учат? Нас учат, ну не в начальном смысле, а в общеобразовательной. Почему-то нас учат таким хард-скиллам, типа основным, математика, физика. Какого черта нас не учат риторики нормально? Почему нас не учат выступать? Хотя это чертовски важно в жизни. Назовите мне хоть одного известного дизайнера, который не выступает. И я знаю сотни дизайнеров, которые говорят, блин, выступить это так страшно, я не могу, вообще я боюсь. Или какого черта нас не учат финансом личным? Ну реально, такого предмета нет в школе. Хотя мне кажется, это в 10 раз важнее, чем физика. Ну честно, уметь обращаться с деньгами, ну это чертовски важно. Есть люди, которые зарабатывают одинаково, только у одних почему-то всегда есть деньги, а у вторых нет. Потому что они умеют с ними обращаться, а у вторых нет. А потом мы эту же модель переносим на дизайн. Ну что надо делать в дизайне? Делать классный дизайн, и типа все будет хорошо. Но оно же не так. То есть успешный, классный, известный коммерческий дизайн, которым хорошо платят, это на 15%, ну ладно, я преувеличил, хорошо. Это там на 50% классный дизайн. Ну потому что все хорошие дизайнеры и так делают классный дизайн. Это само собой разумеющееся. В смысле, вы за это не станете супер классным, известным дизайном, потому что если будете делать просто классный дизайн. Потому что есть что-то еще, что здесь у меня 85%, ну хорошо, пускай это 65%, окей, но это супер важно. Какие-то еще вещи, которые вам надо в себе качать и которые вам надо делать, которые действительно вам помогут. Ну и давайте разберемся, что же это за 85%, потому что это все была прелюдия к тому, чтобы попробовать разобраться, что на самом деле надо качать, чтобы расти быстрее тех ребят, которые сидят с вами рядом в студии там, или не знаю, в институте, в агентстве, или там где-то там в продуктовой компании, или где-нибудь еще, или на фрилансе. Как вам такая идея, что вам суперски надо качать на вас презентации? Ну в смысле, реально дизайнеры очень часто, хорошие дизайнеры, которые делают классный продукт, не умеют его презентовать. Они скидывают его клиенту на почту, такие типа «посмотри». И это же все, ну оно же все так не работает. То есть, когда клиент пристает перед вами в таком лице и говорит «а давайте поиграем со шрифтами», это в смысле не клиент суперплохой, это вы ему паршиво презентовали проект. Ну потому что ему что-то не нравится, вы ему не донесли мысль, а клиент же он не дизайнер, он не знает про отступы, про интерлиниаж, я не знаю про кернинг, кернинг, что такое кернинг? Я знаю только кернинг, там не знаю, в спорт играют. И он не знает вот этого всего, потому что, ну потому что он не дизайнер, у него есть цвет, размер и шрифтами поменять, и логотип больше сделать. Вот инструмент, которым он обладает, но ему почему-то не нравится, и он вам не может сказать, слушай, ну у тебя же миша строчка здесь так себе, и иллюстрация одна теплая, вторая холодная, ну ты сделай их как-то как единый, приведи, и фон у тебя, ну он вообще здесь не отсюда. Он вам так не скажет, он скажет, ну слушайте, мне не очень нравится, давайте может шрифт поменяем. То есть он не знает, станет лучше или хуже, но он надеется, что он умеет, он пытается сделать, и надеется, что станет лучше. Вы такие думаете, какого черта, чувак? Вот. Ну да, дизайнер момент получения этих идиотских правок, но на самом деле вы сами виноваты в этих идиотских правках, потому что, да, потому что ведение проектов. Насколько дизайнеры вообще понимают, как вести проекты? То есть обычный цикл, обычного дизайнера, там фрилансера или в студии или где-нибудь еще, выглядит так, что у вас есть, вы сделали визуальный дизайн, у вас правки. Вы сделали визуальный дизайн, у вас правки. И так по кругу, до бесконечности, пока либо вы, либо заказчик часто не будут в такой позе рыдать. А как вам идея, что хорошо бы провести вначале хороший брифинг, и это отдельный скилл вообще, умение вытаскивать из клиента, чего ему на самом деле надо, потому что он же часто не понимает. Это как, я не знаю, вы должны быть как врач, к которому приходят, типа у меня симптом, но, наверное, у меня рак. Да нет, чувак, у тебя не рак, у тебя там, я не знаю, другое вообще. Что потом вы можете сделать предварительную презентацию перед тем, как идти рисовать. Это тоже навык, то есть прийти к клиенту и сказать, слушай, ты хочешь сделать, не знаю, туристический, не знаю, сайт, портал, ну, к примеру. Смотри, я изучил другие туристические порталы, там есть вот это, вот это, вот это, вот эти классные решения, вот это мне нравится, давай с тобой сделаем вот так. По дизайну смотри, я вижу такие референсы, я не буду как бы выдумывать те сайты с нуля, потому что, ну, то есть надо быть идиотом, чтобы не использовать опыт всех предыдущих людей, которые делали туристические сайты, а типа сказать, этого всего не существует, я буду делать с нуля. Зачем? Ну, логично, что когда мы, это называется выдумывать велосипед, да, логично, что, не знаю, все, кто разрабатывает телефоны, у них лежат все остальные телефоны, они пытаются сделать лучше, чем все остальные. Так же и с дизайном. Что потом вы делаете дизайн, а потом у вас есть презентация дизайна концепции с хлопушками, танцами, так я вам сейчас презентую вот это все. Вот проект надо так же презентовать клиенту. То есть большой, хороший дизайн в хороших студиях презентуется так же. Есть кто-то, кто прыгает с бубном, с гармонию, с медведями и танцует перед заказчиком, чтобы заказчик в итоге заказчику почему-то сказал, что ему это нравится. И это пипец как важно. А я про это говорю, потому что многие дизайнеры стесняются, боятся презентовать свои проекты. У них там страшно и это нормально. Но надо туда, где страшно идти, надо идти презентовать эти проекты. Причем с музыкой, я не знаю, пускай на каком-то слайде музыка будет, какой-нибудь фейерверк, пускай девушка там выбежит. Знаете, есть очень классный фильм «Мэдман», сериал такой, «Безумцы», про рекламщиков из 50-х или 60-х. Я очень советую посмотреть хотя бы пару серий. Весь сериал достаточно занудный, но пару серий стоит. Там буквально в первой или второй серии рекламщики из этих 50-х, 60-х презентуют новую рекламную компанию для крупных табачников. В табаку еще можно было рекламироваться, и они презентуют для какого-то табачного бренда крупную рекламную компанию. И значит, они приезжают в офис клиенту или там клиенту, не важно. Они ставят мольберт, на котором огромный плакат, накрытый тканью. Менеджер там прыгает, рассказывает про то, что будет в какой-то момент, сдирает эту ткань, и клиент радостно принимает проект, и это должно быть так, а не в смысле я вам скинул макет по почте, посмотрите, пожалуйста, правки скиньте. Ну, то есть я, например, я ненавижу презентовать проекты, я сейчас не рисую, уже дизайн, занимаюсь скиллбоксом, но я не понимаю вообще, как можно, то есть надо сделать все для того, чтобы презентовать проект вживую, потому что, как минимум, потому что написать в почте, написать в почте, типа, дизайнер, ты козел, мне все не нравится, гораздо проще, чем сказать это в лицо. А в лицо вам, скорее всего, скажут, ну, я не уверен, и вы тут же сможете с ним поговорить. А в почте он увидит, он сидит, не знаю, у него там еще какая-нибудь жена злая, или там что-нибудь такое, или его кто-нибудь из коллег разозлил, и он, сейчас я на этом дизайнер, и сейчас я оторвусь. И оно такое случается, поэтому часто проекты запарываются. А если придете с 30 слайдами, скажете, смотрите, короче, в вашей сфере все делают вот так, покажете не очень хорошие примеры. В мировой сфере все делают вот так, покажете хорошие примеры. Я выбрал это, 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 вот это я вдохновился, вот это я придумал, вот это я сделал. И он потом мне скажет, типа, да вы, наверное, не думали, как я делаю дизайнер, вообще о чем думали. И в целом, даже то, как вы выглядите и общаетесь, это пипец как влияет на то, сколько вы зарабатываете и сколько вам платят за дизайн. Я не знаю, кто знает Дениса Башева? Ну вот этот, вот, да, вот этот здоровый, здоровый, классный мужчина, супер, который авторитетный, с такой бородой, в дизайнерском балахоне. Да мне кажется, за то, что он в офис заходит, ему уже заплатить можно. Но он реально, он офигенный, он офигенно разговаривает. Да, он может продать все, что угодно, да, ну потому что, ну кому-то да. Но у него есть другие работы, и он это делает офигенно. Ну я просто, а завтра будет. Я вот с ним просто был в Томске пару недель назад на фестивале молодежи тоже. И потом, потом я познакомился со своей тещей, оказалось, я понял, откуда вообще он такой. Знаете, когда Рассид Башев и теща говорит, ты вот это прочитал, а вот это, ну конечно, ты уже как-то это, поумнеешь. Вот. Или там, я не знаю, Сережа Попков, который явил, как он презентует дизайн, ну у нас только, у него настолько богатый словарный запас в дизайне, то есть, вот это сервисный дизайн, понимаете, сервисный, вот это сервисное меню, сервисная навигация, это вот так, ну я сейчас, не знаю, не смогу перейти пример, но видно, что он столько прочитал всего умного, там все гайды и все прочее, дизайн вытащил оттуда все умные слова и просто метает ими в клиента, потому что это работает, ну потому что вы должны так рассказывать. Даже то, как вы выглядите, ну то есть, дизайн, что классно в дизайне, что мы не в банковской сфере, нам не надо быть там в галстуке, там и в рубашке, но у вас должен быть какой-то стилечек, то есть вы должны как-то выглядеть, вы должны, ну что-то, какую-то согласованно это все вести. Вот, ну окей, и на самом деле перейдем к такой основной части, потому что я большой фанат советов типа раз, два, три, ну потому что я сейчас с вами там, не знаю, полчаса или сколько, сколько, кстати, время прошло, да, 30-40 минут я с вами поболтал, и как бы, ну типа, спасибо, Кэп, ну вроде понятно, что надо качать софт скиллс, а что с этим делать? Во-первых, что с этим делать? Во-первых, понять на самом деле, что все не так уж и страшно. В смысле, если вы будете, в смысле 90% дизайнеров этого всего, что дальше мы будем перечислять, не делают. И 90% дизайнеров сидят в студиях, в целом у них все нормально, и там машина в кредит, я не знаю, есть, и там в целом все хорошо, и все нормально. Ну, в смысле, можно особо не переживать. Можно переживать, если, ну, хочется чего-то большего. Если хочется чего-то большего, то первое, что надо сделать, надо все-таки понять, вы какой дизайнер. Есть три типа дизайнеров, которые хотят. Первое, это которые хотят работать в компании арт-директором, в агентстве хорошем, в студии, потом становиться арт-директором, и, соответственно, двигаться там между агентствами, ну, по карьерной лестнице, не знаю, потом выйти в международное агентство. Второе, это который хочет, и первое, это на самом деле в какой-то момент он становится управленцем, То есть в какой-то момент вы становитесь тем, кто управляет людьми. Вы же сами не рисуете. Вы становитесь арт-директором, креативным директором. Второй — это будет фрилансер, который сам все рисует, и ему в целом кайфово. А третий — это будет тот, кто хочет свою студию. Вот три типажа, которые мы разберем. Три вертикали, как вы можете двигаться. Первое, что надо делать арт-директору, — это активно качать доп-навыки. Ну, это как бы опять же спасибо Кэп. И самое первое, что вам надо сделать, если вы на начальном уровне, если у вас средний уровень, то окей, без проблем. Если у вас начальный уровень, если вы начинаете. Самое важное, это чтобы вы устроились в классную компанию. Ничего нет важнее этого. Потому что пускай вы устроитесь стажером за маленькие деньги в хорошую студию. Это на размахе трех лет. Пускай вы будете зарабатывать, не спать ночью и зарабатывать на фрилансе какие-то деньги себе, а где вы работаете, вам будет платить супермало в начале. Но на размахе трех лет это вам даст гораздо больше профита. На размахе года это вам даст в тысячу раз больше профита, чем если вы устроитесь в какую-нибудь компанию, где вы будете один дизайнер. Для вас будет двое, и второй тоже так себе. Если вы попадаете в коллектив, в компаниях 5-10-30 дизайнеров, где ребята увлечены своим делом, где сильный арт-директор, то как только вы начнете делать продукт этой компании, и у вас будет не получаться, остальные будут вас тут же пинать и помогать. Ну и пинать, и помогать. Потому что дизайнеры, они же… То есть как бы у них есть некий бренд, который они любят, флаг, под которым они работают, студии, продуктовые команды. И как только под этим флагом выходит что-то непотребное, с точки зрения дизайна, их тут же всех начинает перекрывать. Они тоже типа, кто это нарисовал? Ты нарисовал? Что ты нарисовал? Сейчас я тебе объясню, что тут не так. И это круто, потому что вас начнут тянуть очень быстро. То есть у нас, например, вот у нас сильный арт-директор, у нас постоянная ротация стажеров, 10 человек у нас в продакшене, 10 человек в продакшене веб-дизайна и 10 человек в видеопродакшене. У нас два продакшена в скиллбоксе. И у нас ребят тянут очень быстро. То есть мы взяли там многие АИСские наработки или там компания АИС, которая хорошо знаком, под полтинник сейчас дизайнеров, там стажеры просто взлетают, потому что есть методология, потому что их тянут, потому что им показывают, что не так. А если вы устроитесь в маленькую студию, то будет грустно. Поэтому супер важно суметь устроиться в хорошую компанию. Второе, это что надо делать, если вы хотите расти в хорошего арт-директора, в студийного или агентского. Не забывайте качать свой портфель. Потому что реально. Потому что как только человек устраивается на какое-то нормальное место работы, он тут же начинает на свой портфель забивать. У него нет времени, у него проекты и прочее. И обычно если портфель дизайнера без работы выглядит вот так, то как только он устраивается на работу, его портфель начинает выглядеть примерно вот так через года два. То есть я видел реально кучу примеров, когда я работала в агентстве пять лет, и поэтому я не обновлял портфель, сейчас, наверное, надо выложить новые работы. Нифига не так. Ну выкладывайте хотя бы одну работу в полгода. Работа в полгода это вообще несложно, нормально. Потратили трое выходных за полгода, сделали классный кейс. И вы всегда бодры, вы всегда готовы, если что, показать свой портфель и перейти куда-то в лучшее место. Потому что вам надо бодриться все время, искать места лучше. А как? Иначе место лучше займет кто-то другой просто. Второе — брать людей в подчинение. Многим дизайнерам пипец, как страшно начать руководить. Ну то есть в смысле я еще сам не умею рисовать так классно, я не делаю такие классные проекты, а вроде как уже надо брать кого-то в подчинение, это так страшно, это так ужасно. Ничего подобного. Чем раньше вы возьмете кого-то в подчинение, я говорю, что если вы уже стажер, понятно, этого не получится сделать, но как только вы становитесь дизайнером, даже не ведущим дизайнером, не знаю, средним дизайнером, вы можете взять под свое крыло какого-нибудь стажера, который пришел, и начать его качать. Потому что это вас суперски сам их прокачает. Когда вы чему-то учите, вы учитесь в пять раз быстрее сами, потому что вы систематизируете то, что у вас внутри. И вот у нас, например, у всех ведущих дизайнеров, в смысле у всех дизайнеров, обязательно два стажера, которых они ведут. И это помогает им еще сильнее быстро качаться. Если вы в продуктовой компании, где небольшой отдел дизайна, попросите руководства, если у вас большой объем работ, что вам нанялись стажеры, это ничего такого. Скажите, я хочу развиваться дальше, хочу развивать, и обычно нанимают. Нет в этом проблем. А вы, получается, человек, которого вы ведете. Это, ну, просто опять же, большинство дизайнеров начинают делать это только тогда, когда припекло. Мало кто начинает делать это быстро, быстро активно, потому что страшно. А то, что страшно, то 90% и не делают. Ну да, еще, и на самом деле важно понимать, что классный арт-директор, это не тот, кто классно рисует картинки в итоге, если вы в агентской сфере. Это тот, кто классно управляет. То есть в какой-то момент, ну, вам даже не надо будет их рисовать все, вам надо будет правильным дизайнерам давать правильные задачи, правильно их объяснять, делать так, чтобы они все хорошо делали. А еще работать психологом, потому что к вам будут постоянно приходить дизайнеры и говорить, типа, блин, у меня все не получается, может быть, я не ту профессию выбрал, может, не уйти. А потом вы будете приходить к коллективным директору и говорить, блин, у меня ничего не получается, может, я не ту профессию выбрал. И это такой цикл дизайнерского нытья в природе, который всегда есть, это нормально, это во всех творческих профессиях всегда вам кажется, что все не так. Потому что если вам кажется, что все так, то вы остановились. Еще одно, это читать мастер-классы, отдавать знания. Дизайнеры, многие очень боятся выступать, но вам придется смириться с тем, что если вы хотите стать хорошим, известным дизайнером, то вам придется выступать. Назовите мне хоть одного классного дизайнера, известного, который не выступает на конференциях. Я не знаю таких. А потому что все выступают. Потому что те, кто не выступают, неизвестные. А на каком G8 вы выступите? На следующем, на послеследующем? Вы вообще об этом думали? Почему нет? Это же надо представить. Но это все страшно. А чтобы не страшно было, у меня есть пошаговый план, как сделать так, чтобы было не страшно. Смотрите, вы же работаете в каком-нибудь агентстве, в каком-нибудь студии, в каком-нибудь компании. И у вас есть наверняка, например, менеджеры, или аккаунты, или кто-то такой, или продавцы, которые, например, делают презентации и коммерческие предложения для клиентов. Я уверен, что они делают экстремно. Но они же не дизайнеры. И ваше первое в жизни выступление, если вы очень боитесь выступать. То есть в чем фишка выступлений? Чем более холодная аудитория, тем страшнее выступать. Ну, тем сложнее, потому что надо доказать, что это не верблюд. А если вас уже знают, то как бы там доказывать этого не надо, они суперлояльны. Ну, так возьмите в своей компании, где суперлояльны ваши какие-то там товарищи из другого отдела, которые вас в целом знают. И скажите им, что слушайте, а давайте я для вас прочитаю, я подготовил материал, мы делаем не очень классные коммерческие предложения или презентации, что-то такое, какие-то штуки, которые отправляем клиентам. Давайте я вам подскажу, как их сделать классные. Давайте я на 30 минут вам расскажу, и будет здорово. И у вас будет первое выступление на лояльной аудитории. Вы попробуете, что это не так страшно, что вас за это не съедают, что если особенно вы дизайнер и рассказываете не дизайнерам, то вообще все классно, потому что они ничего не соображают в дизайне. А потом следующим шагом вы можете… Что стоит сделать, если вы боитесь выступать? Выступление как навык. На 15 раз вы уже не будете бояться, вам уже будет окей. А чтобы эти 15 раз наработать, вам надо просто прийти к своему другу, к какому-нибудь подруге, который работает в другой компании, и сказать, слушай, у тебя же наверняка есть менеджеры или продавцы, которые делают дурацкие презентации клиентам или что-нибудь такое. Давай я в твоей компании просто бесплатно приду, расскажу, я просто хочу прокачать навык выступления, давай я приду, расскажу тебе, как вот это, твоим ребятам, как делать классные презентации клиентам. И придите уже в более холодную компанию, сделайте так пару раз, и вы поймете, что выступать это не страшно. А выступать вам по-любому. Ну как бы не хотелось этого избежать, как бы не было страшно, как бы не пыталось. Если вы хотите стать хорошим дизайнером, вам по-любому выступать, вам по-любому рассказывать. Ну так уж вот в этой профессии принято, к сожалению или к счастью, я не знаю. Еще одна штука, которая вас может суперски выделить, если вы в своей компании начнете делать всякие гайды или правила и рожать контент. Вот у нас, я говорю, большая ротация стажеров, и в какой-то момент пришел к нам стажер такой Юра. А у нас в… Ну стажер же стажер там очередной пришел, как бы сел за комп и начал что-то рисовать. И у нас еженедельно проводит арт-директор клуб анонимных дизайнеров, когда они все собираются. Вот в чем сила как бы компании, где сильный дизайн? У нас вот каждую неделю все дизайнеры собираются, показывают все, кто что сделал за неделю. То есть все работы как бы общественно показывают всем остальным дизайнерам. Они такие типа пинают, типа это что за фигня. Кто-то говорит, вау, это классно. И плюс они делятся проблемами. То есть обсуждают с арт-директором в узком кругу дизайнеров какие-то проблемы, которые были. И плюс любой из них может на 20-30 минут что-нибудь рассказать. И в какой-то момент стажер, то есть в первые два месяца стажировки стажеру обязательно, что ему дизайн отделу, рассказать на 20-30 минут. Это очень классно все работает, прокачивает ребят. И у нас, значит, пришел Юра, и у нас встал тогда вопрос. Мы до этого все время занимались вебом, то есть страницы, сайты, баннеры, вот это все. А в какой-то момент мы начали на всех выставках быть представлены. И нам потребовалось много полиграфии. Потребовалось много полиграфии. Ну и, соответственно, так, сейчас я сбился, сори, сбили меня. Потребовалось много полиграфии, и дизайнеры, короче, посыпались. Но они не умели готовить полиграфию. Пришел Юра, и просто сделал вот такой журнал первый. Здесь много вопросов к дизайну, как бы это дизайн стажера, не в этом штуке. Но он пришел с печатными журналами, раздал их дизайнерам, раздал их директору и сказал, типа, слушайте, внутри этого журнала, короче, я рассказал про то, как, собственно, ну, как устроена печать. И это было офигенно, потому что он выделился. Потом мы сделали в итоге, он сделал второй, сделал третий журнал, что-то рассказывал. И сейчас он уже классный, через год он стал дизайном, потому что к нему вся компания стала относиться по-другому. Он приносил что-то. Все начали бегать с этим журналом, говорить, вау, прикиньте, у нас свой журнал про дизайн, это прикольно. Он стрёмный, как бы, он такой внутри, что мы никогда не покажем это никому. Но внутри он принес что-то в компанию, что очень круто сработало. Еще один дизайнер, который к нам пришел, постараюсь ускориться, который к нам пришел, его предавил баннерами. В какой-то момент начал делать очень много баннеров. Пришел стажер. Он, кстати, буквально за год вырос до ведущего дизайнера тоже. Ему сказали, слушай, тебе, короче, в день, походу, надо делать примерно по 100 баннеров в разных форматах, в разных размерах, ну, типа, для всех соцсетей, там, вот видите, кучу размеров. И он такой, черт возьми, а он же стажер, он очень хочет, понятно, он ночами начал работать, спать по 4 часа. Потом через пару недель он вернулся и сказал, слушайте, я, короче, все понял. С баннерами это пипец, их становится все больше. Понятно, что вы набираете там новых стажеров, которые будут так все делать. Я, короче, за выходные сел и сделал в фотошопе шаблон. Там все смарт-объектами и под все нужные размеры. Если я делаю один баннер, и меня в одном месте текст, он тут же на остальные раскидывается. Плюс там есть логотипы всех партнеров, фотографии всех спикеров. И буквально, и примерно, короче, за день я совершенно спокойно за рабочие дни смогу прорачивать 100 баннеров вообще без проблем. И это было вау, потому что мы такие, ого. И вы понимаете, насколько этот парень тут же выделился, насколько к нему стало другое отношение. Потом еще сделал презентацию. А потом ему сказали, слушай, а сделай для остальных дизайнов презентацию, какие баннеры хорошо делать, какие плохо. Он пришел, выше рассказал, и вот эта точка роста сильная. Вот, так, ладно, буду быстрее. Ускоряться. Окей, это вот, что делать человеку в компании. Что делать фрилансеру? Там самая главная одна штука есть на самом деле во фрилансе. Самая страшная такая, здесь одна самая большая роковая ошибка, которую фрилансеры допускают. Это фрилансер – это тот человек, который совещает себе две роли. Он делает, и он общается с клиентом. И в какой-то момент это превращается вот в такой вот в голове. Реально в фейерверк. Потому что ты рисуешь одному клиенту, в этот момент тебе звонит другой, и вроде уже два часа ночи, а ты не хочешь с ним разговаривать, и вообще он бесит своими правками. И мозг начинает взрываться от этого. Ну, у многих. Есть те, кто супер умеют общаться с клиентами. Я, например, не из таких. Я не супер люблю, не супер умею. Не, ну умею, конечно, но не люблю точно. Как вам такая идея, чтобы взять менеджера? И звучит это очень страшно. Типа менеджер, менеджер же есть только урок звезд или что-нибудь такое, я же дизайнер. Но как насчет того, чтобы просто у… У вас же есть какие-нибудь… То есть как у меня случилось, короче. Я вошел на проект, а проект не подкинул, как когда-то моя подруга, которая… Ну, она, это аккаунт-менеджер, она очень хорошо общается с людьми. И она говорит, слушай, нам там надо сделать, в общем, в компании сайт, но у нас очень сложный директор. Можно я как бы… Мы с тобой хорошо общаемся, можно я с тобой буду общаться, а я с директором буду общаться. То есть я у него правки собирать, там проблемы, пускай он мне звонит. И я в какой-то момент понял, что я просто кайфанул от того, что произошло. Потому что вот эти все звонки, когда ей звонят, ей парит мозг, все это с меня ушло. Мне приходят четенькие правки. Нет, конечно, я сам презентую проект, потому что лучше меня никто не презентует. Но все вот эти разговоры, типа, а может, я не уверен, а я еще посоветовался с женой, они от меня все ушли. И ушли на другого человека. И это было настолько кайфово, что потом я пришел к ней и говорю, слушай, теперь у меня есть проект, а можно за 20% от проекта ты поведешь его так же? Ты будешь со мной на встрече, будешь все записывать, все подмечать там, все вот это вот. И это было круто. Я вам скажу, что с менеджером работать в 10 раз круче, в 10 раз удобнее. Никто вам не парит мозг. Вы делаете то, что вы любите, а то, что не любите, отдаете другим. И стоит это, типа, 15-30% в зависимости от сложности и вашей наглости. Просто найдите какого-то друга, товарища, подругу, который классно общается с людьми и который сможет это забрать. И вам станет вообще в 10 раз круче жить. Но если вы хотите свою студию, то самое, опять же, постараюсь ускориться, самая важная штука, которая там может быть. И, кстати, когда вы арт-директором станете, самое важное — это решиться начать делать чужими руками. Это самое сложное. Вам всегда будет казаться, что другой дизайнер делает какое-то дно, я сделаю только сам и вообще все все не умеют. Но этот путь никуда. Если у нас Вадим Паяц, например, такой классный дизайнер, спикер, и вот до сих пор мы его всегда… Когда нужно сделать новую страницу для Вадима, Вадим говорит, никто не сделает страницу, как я. Я сам ее сделаю, я знаю веб-флоу, я сам все сверстаю, я сам все сделаю. И каждый раз начинается, Вадим, может, ты займешься человеком нормальным, а мы тебе дадим дизайнера, который с первой итерацией сделает в пять раз хуже, чем ты. Ты его поправишь, будет в следующей итерацией, в следующей итерацией, в следующей итерацией, и ты получишь то, что ты хочешь, но при этом ты не потратишь свои три бессонные ночи, тем более сверткой. Еще одна такая финальная вещь, на самом деле, про то, как найти на все это время. Мне кажется, самое важное. Есть сейчас вещи, вы какие-то записали, какие-то подметили, про время. Где найти на все это время? Потому что время — это штука, которого всегда не хватает. Нам кажется, что всегда не хватает времени, всегда все сложно, в смысле, всегда есть какие-то более важные задачи, и все такое, и где найти время на это выступление, и я не успею, и блин, подготовиться. Короче, про время. Это самая большая проблема. Мы все знаем, что время — это самый ценный ресурс, его нельзя вернуть. Вот это вот все нам пропитали голову. Время, 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 время. Да не во времени дело. Вообще не во времени. Времени у всех одинаково. Но прикиньте, у вас, у меня, не знаю, у вас, у нас всех, и у Владимира Владимировича Путина, или Дональда Трампа, я соберу самые тупые, абстрактные примеры, у нас у всех по 24 часа в сутку. Но почему-то мне кажется, что те парни успевают больше, чем мы с вами. Ну честно, у меня такое мнение. А просто почему? Что же тут не так? Если все говорят, у меня нет времени, у меня не хватает времени, я не нашел времени, но его у всех одинаково, то тут какая-то есть обманка в этом всем. Я эту обманку понял, когда был в девятом классе, когда мои родители отправились в Суворовское училище. Короче, до этого я всегда думал, что меня не хватает на что-то времени, ну еще в школе. А потом я попал в место, где у тебя реально нет времени. В смысле, у тебя есть 30 минут в первой половине дня свободных и 30 минут во второй половине дня свободных. Все остальное время ты маршируешь, там, не знаю, чистишь картошку, делаешь то, что тебе говорят. То есть 30 минут с утра, 30 минут вечером. И тут я смекнул, что я тогда пообещал себе никогда больше не говорить в жизни, что у меня нет на что-то времени, потому что тут на самом деле вагон. Я смекнул, что дело в чем-то другом, что почему-то, ну, если у всех его одинаковое, все такое свободное, дело не в том, чтобы становилось больше времени на какие-то дела. Дело в том, чтобы восстановилось больше энергии. У каждого из нас есть время как-нибудь вечером посмотреть любимый сериал, любимый фильм, любимую книгу, я там, не знаю, погулять с друзьями. Это все классно, это здорово, но мы это делаем, потому что у нас не хватает энергии делать что-то, что мы на самом деле хотели бы, там, презентацию, или классный проект. А потому что у нас энергии не хватает, потому что у нас организм включает режим сохранения энергии, и лежать под пледом и смотреть сериал, это восстановление энергии для организма. Хотя на самом деле нет, потому что когда начинаете что-то делать, вы получаете от этого еще больше энергии. А знаете, когда-то бывает так, что у вас куча энергии, да заедут этот сериал, прошу прощения, да пойду я что-нибудь поделаю такое, сейчас у меня суперинтересный проект. И важнее это не время искать на все это, важнее искать на всю эту энергию. И здесь у всех свои способы получения энергии. Кто-то занимается спортом, кто-то йогой, кто-то там, я не знаю, есть разные, кто-то правильно питается. Я вот пробовал заниматься спортом и достаточно правильно питаться, и не заниматься спортом, и питаться кое-как. Если я не занимаюсь спортом, я остановился на 10 килограмм больше, и мне не хочется ничего делать, и вообще грустно. Если занимаюсь спортом, я как-то сразу чувствую себя в порядке и делаю больше. И вот это-то важно. Мы говорили, выступать правильно, выглядеть интересно, общаться хорошо с заказчиками. На все это надо энергию. И самое вы начнете расти гораздо быстрее остальных, когда у вас будет много энергии на все это. Из практических вещей я часто спрашиваю про книги, которые можно посоветовать. Наверное, есть две книги, которые очень сильно поменяли количество моей энергии вообще в дне. Первая называется «Магия утра» или «Утра», не знаю как правильно. Это про то, как правильно начинать утро, и там автор рассказывает, как он боролся, он делал утро неправильно, и я начал это применять, и это стало супер круто. А второе называется «Мой продуктивный год». Там автор, голубая книжка с желтыми надписями, там автор вообще сумасшедший, он просто взял и в течение года пробовал по одной методике эффективности каждый месяц. И потом рассказывал, что нормально работает, что плохо работает, пробовал спорт, не спорт, такое планирование. Взял 20 известных методик и начал их исследовать, и для себя подмечал, что классно, что не классно. Это просто позволяет, потому что почему важно про многое изучать, потому что кому-то… Не знаю, у меня есть товарищ, которому йога дает очень много энергии, он занимается йогой, он стоит на голове, на руках, я попробовал заниматься йогой, я тут сбежал, мне вообще не никак. Кому-то бег, а кто-то не любит бегать, и вам надо найти свои источники энергии, которые вам будут давать на это все время. Там какой-то вопрос был. Если быстро, за меня торопит. Про дизайн, 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 что-то такое, нет? Может быть. Ну вот тоже, да. Ну да, про это есть много. Есть, например, «Думай медленно, решай быстро». Офигенная книжка про то, как наш мозг думает. Много всего есть. Я просто старался выделить две, которые прочитать, то будет очень-очень круто. Ну что, надеюсь… Ну да, и не бойтесь ставить большие цели и вспоминать, зачем вы пришли в дизайн. Наверняка не для того, чтобы делать лендинги для межкомнатных дверей, пластиковых окон, химчисток или всякие другие проекты, которые вам периодически подаются. Наверняка для того, чтобы делать классные фестивальные проекты или большой UX, или промо-сайт, или делать классную рекламную графику, или что-нибудь такое. Так что не бойтесь ставить большие цели. Спасибо большое. Добавляйтесь в фейсбуке, вконтакте, в инстаграме и так далее. Кому вы отдаете микрофон? Кто следующий? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА